Покупаешь на Алиэкспресс. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru вернёт тебе часть денег с каждой покупки. Присоединяйтесь! Добрый вечер, уважаемые зрители! Самое время выложить очередной проплаченный обзор. И речь в этом ролике пойдёт об очень странной штуке под названием NVIDIA SHIELD 2017. Да, именно SHIELD, а не SHIELD. NVIDIA SHIELD. О, SHIELD. 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 В общем, что я хочу сказать, это самая необычная вещь среди всех, что я вообще видел из медиаустройств. И что более странно, такие вещи вызывают лично у меня интерес. Итак, сперва обсудим комплект. Внутри самой коробки с консолью и плеером Android TV приставкой особо ничего интересного. При вскрытии пациента были обнаружены следующие компоненты. Чек и гарантийный талон продавца. Далее само изделие. Ну, в общем, вы поняли, какое и само собой модный геймпад и пульт указка на батарейках. Если очень быстро пройтись по начинке самой приставки консоли медиа-плеера, то внутри установлен довольно мощный процессор, хоть и не первой свежести. Это NVIDIA Tegra X1. Далее оперативной памяти 3 и встроенной 16. Плюс встроенный SSHD жесткий диск на 500. И все это чудо стоит, повторюсь, 25 тысяч рублей или 10 тысяч гривен. Я просто поплопну. Но об этом чуть позже, а пока посмотрим, покрутим само изделие. Итак, если назвать одним словом общее впечатление от NVIDIA Shield, то самое оптимальное, что можно сказать, это тонкая полуглянцевая коробочка размером с обычную книгу. Разумеется, версия Pro чуть больше версии обычной, ибо в данном случае наличие жесткого диска делает приставку побольше, но все равно явно меньше, чем, скажем, мой Xbox One S или PS4 Slim. На самом же корпусе я насчитал парочку USB портов, Ethernet, вход HDMI, цифровое аудио и плюс вход под карту памяти формата micro. Теперь начнем по очереди, это геймпад. Новый в версии 2017 вызывает у меня странное чувство. Особо не стану рассказывать про каждую кнопочку, но скажу коротко. Это устройство что-то между контроллером от Xbox One и PS4. Очень нестандартный внешний вид и тактильное восприятие. Вроде форма удобная, вроде сборка крепкая, но с иной точки зрения это не передать. Мне лично непонятны эти странные украшения в виде призмы. Нажатие на самой кнопке не очень приятное, и сам пластик какой-то дешевый что ли. В общем, если сравнивать с основными конкурентами, то он в принципе хорошо собран без люфтов, но явно уступает им внешне и по качеству исполнения. Но если сравнивать со всякими там Xiaomi Mi Pad'ами, то это по сути шедевр. Сойдёт. Что ж, наконец-то мы запустили приставку после обновления, и сразу прошёлся я по настройкам меню. И понял одну важную вещь. Работает сама система очень быстро и без малейших задержек. Второе, что мне понравилось в устройстве, это медиа-центр, а точнее стриминг контента с ПК. Будь то фильм 4К, содержимое рабочего стола. По сути, мой ПК, или скажем ваш, начинает жить второй жизнью, и вы сможете пользоваться им, сидя на удобном диване. Однако, есть очень обидная и неприятная особенность касательно трансляции игр через ваш ПК. Вот, скажем, например, я запустил Ведьмак 3. Всё нормально, да, кажись? Но вы ничего не замечаете? Вам не кажется, что-то не очень плавно работает Ведьмачок? Разумеется, я использовал рекомендованную фичу GeForce Experience, плюс мой роутер абсолютно новый, с модной частотой 5 ГГц, а скорость передачи целых, аж целых 100 Мбит. И всё равно, игра работала с очень мелкими и противными микрофрезами. И ты словно смотришь летсплей 360p, который вещает школьник, живущий где-то в жопосранске. Да, в принципе, это прикольно, если вы просто хотите иметь доступ к вашему ПК у себя на диване и смотреть фильмы, лазить по инету. Но касательно запуска игр, точно очень всё печально. Далее, разумеется, более интересные вещи, и, пожалуй, то самое, ради чего, собственно, я и купил данную штукенцию. Речь пойдёт, не побоюсь этого слова, о революционном событии в истории игровой индустрии, а конкретно о GeForce Now. Если коротко объяснить всю суть этой фишки, то просто вообразите себе, что где-то далеко за океаном в тёмной комнате стоит очень мощный топовый ПК или даже сервер с очень заряженными видеокартами, например, 1080 Ti в режиме Sly, и вы имеете доступ к этим мощностям, сидя у себя дома на диване. Как вам такая мысль? Сперва кажется, что Nvidia Shield сложно найти применение в быту, но в тот момент, когда я запустил данный облачный гейминг, я даже на секунду понял, каким будет будущее у современных консолей. По сути, вы запускаете у себя дома любимые игры в 4К без скачивания, без всяких инсталляций, дисков, патчей и прочих. Всё хранится в облаке Nvidia, а Shield приставка выступает посредником. Я же сумел запустить игры с теми настройками Wi-Fi, что у меня были, и отчуда, у меня не было ни единого подвисания на долю секунд. Если прошлая тема с трансляцией через ПК полностью провалилась, то в случае с Nvidia Now всё работает очень классно, и картинка при этом ровная, такая же, как на приставках, без кубиков, без замыливания и просадок FPS. Просто вдумайтесь, я выставил ультра настройки графики в Tomb Raider, и всё это идёт в 60 FPS в 4К. Картинка получается суперская, тот же Бэтмен отлично работает, и само собой все настройки на ультра в 60 FPS снова. А теперь представьте, какой вам нужен домоком, чтобы запускать игры в таком качестве. Одним словом, GeForce Now это очень круто, но здесь очень мало игр, ну просто штук так 20, и после подписки их всё равно мало. Некоторые, конечно, можно прикупить отдельно, скажем, Ведьмака 3, но цена его 60 евро за штуку, ведьмак 3 за 60 евро. Вдумайтесь, выбор очевиден, очень мало игр в GeForce Now. Крайне мала! Конечно, самой Nvidia Shield версии 2017 всего лишь пару месяцев от роду, но если учесть, что старая версия вышла в 2015, то движется всё довольно медленно, хоть и плавно. Медленно уходит осень. Итак, давайте разложим в сумме, что мы имеем. Nvidia Shield 2017 может, в принципе, получить плюс за весьма достойный контроллер, хоть и не такой классный, как рассказывали топ-обзорщики, но тем не менее неплохой. Далее мне очень и очень понравилась система GeForce Now, и от неё просто веет будущим. Также понравились размеры и внешний вид устройства, плюс поддержка трансляции видео в 4К, а также HDR на ваш телевизор. А из минусов, тут, конечно, всё очень непросто. Первое – это цена. Да, эта вещь стоит, по сути, как новая консоль, всё той же Sony или Microsoft. Второе – это игры, их очень мало пока что. Даже после подписки на GeForce Now, всё равно их мало, и не явно не последней свежести. Третье – это очень сомнительное качество трансляции стримов через ПК. И четвёртое последнее – данный медиаплеер так и не может сам себя назвать. А кто же он по сути? Если, в принципе, существует консольная ниша, пекарня, то кто такая Nvidia Shield? Я лично листал сайт Nvidia, сами они называют приставку медиаплеером или андроид-устройством, и это странно. Нет точного определения, как называется ваше детище. Вот такие дела. Но пока что мне лично непонятно, что это за маленькая чёрная коробочка и на что она способна. Возможно, вы, зрители, знаете, что это. Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счёт. Всем, конечно же, спасибо за просмотр, удачи и до встречи на канале. Пока!